Или адвокат, теперь посмотрим. Так, как правильно подбирать хэштеги? Так, давайте тогда по хэштегам сейчас и посмотрим. Так, адвокат Луканина Ирина. Значит, смотрите. Вот Луканина Ирина, да, в имени профиля не имеет смысла. Ну, то есть, чтобы, ну, как бы, смотрите, просто есть два варианта, да? Люди будут вас искать по вашему имени в Инстаграме, значит, они уже будут знать о вас, то есть они вас всяко найдут. Либо, и вы понимаете, да, что люди, которые вас знают как адвокат, их мало. Либо вас будут искать как адвокат и, например, вот Волгоград. И их будет гораздо-гораздо больше. Ну, то есть, и по сути вы получите бесплатных клиентов. Поэтому вот Луканина Ирина, ваше имя, фамилию, да, вы убираете вниз, вот, например, перед телефоном. А вот это имя профиля указываете как адвокат Волгоград. То есть, чтобы вас находили вот по этому имени. Значит, повторение. Ну, или адвокат Волжский, да, неважно. Ну, в идеале тогда адвокат Волжский, Волгоград. То есть, чтобы и так, и так вас находили. Значит, вот это повторение не нужно. Убираем. Консультации. Консультации. Ну, все адвокаты, мне кажется, делают консультации, поэтому говорить об этом повторно не имеет смысла. То есть, вот в описании каждое вот, ну, каждое слово, оно на вес золота, скажем так, потому что количество символов, оно очень сильно ограничено. Поэтому вместо консультации можно что-то более интересное написать. Например, сколько вы... Сколько у вас опыта? Сколько вы вели дел? Там, какие-то, я не знаю, резонансные дела, если у вас есть. И так далее. То есть, вот, ну, что-то, что зацепит, зацепит человека. Потому что вот так, ну, как сказать, это обычный, как сказать, среднестатистический аккаунт адвоката. То есть, мне непонятно, должен ли я выбрать вас или кого-то другого. Ну, не знаю, я бы еще других посмотрел. То есть, они зацепили. Так. Сейчас очихну, секунду. Так. Значит, по сайту давайте сразу проверим. Под мобильную версию он адаптируется или нет? Адаптируется. Хорошо. Телефон есть. При нажатии переходим. Отлично. Так. С сайтом определились. Телефон. Окей. Можно вот написать. Вот, значит, по городу вы уберете вы имя профиля, да? А здесь можно написать там для консультации. Звоните. Пишите в директ. Оставляйте сообщения в WhatsApp. Ну, то есть, обычно пишут там директ, звонки, WhatsApp. Стрелка на телефон. И все понятно, что установится. А, еще нюанс, смотрите. Значит, по сайту. Значит, поскольку у вас большинство людей будут заходить с сайта именно с Инстаграма. Ну, не в смысле, что большинство, да? А конкретно вот когда люди будут переходить с Инстаграма, они будут с мобильного устройства его смотреть. И вот рядом с телефоном, да, разместите иконку WhatsApp, при нажатии на которую человека будет перекидывать точно так же в WhatsApp, да? И уже у него будет автоматическое сообщение введено. То есть, это ссылка обычно вида api.whatsapp. Значит, и вот здесь написан текст. Например, Здравствуйте. Оставляю заявку на консультацию. Отмена. Вот, смотрите. Так. То есть, вот, при переходе вот по этой ссылке, да, человек перенаправит на WhatsApp с таким сообщением. То есть, все, что ему отправится сделать, это просто нажать кнопку «Отправить» и все. Вам в чате нужно написать эту ссылку? Напишите, кому нужно вот эту ссылку с текстом, с телефоном, с API WhatsApp скопировать. И, если надо, я вставлю в чат. Так. По... А, до этого мы еще не дошли. Значит, закрепленных сторис у вас также нет. Это минус. Должны быть отзывы, как обратиться, какие услуги вы оказываете, да. Ну, то есть, вот на сайте у вас там по ДТП, земельный спор. Вот все это здесь нужно указать. И детали по ним. Ваш кабинет точно так же можно показать. Можно вести историю, например, ваших походов по судам. Например, там у вас будет отдельный крыжок, да, в котором вы записываете, как, например, сегодня там суд такой-то, та тема такая-то, да. Там, ну, говорите, что надеемся, на положительный исход, да, и потом, например, записываете следующую сторис через 4 часа, что вот, вынесли решение в нашу пользу, все счастливы, все довольны, там же и отзыв с клиентом записываете, и выкладываете все прямо в это, в отдельный крыжок. То есть, человек будет приходить на него, смотреть, и все сразу становится понятно, да, что у вас есть опыт, что вы там ходите по судам, что вы там не начинающий адвокат, что все классно. Так. Ну, вот это, наверное, тот самый аккаунт, который идеален для разбора, скажем так. Все картинки из интернета, вот это, вот это, вот это, да почти все. Все это нужно убирать. Люди картинки из интернета и так могут найти, и они уже промелькались очень сильно, они на них не обращают внимания. Ваши сертификаты все точно так же, можете вот в отдельный крыжок поместить. То есть, кто захочет посмотреть ваши сертификаты, там ваши свидетельства о регистрации в адвокатской палате, вот они зайдут в этот крыжок и посмотрят его в отдельный там пост, да, тем более без описания выкладывать не имеет смысла. Так. Пост ни о чем. Опять без описания. Так. Ну, это скоперный просто текст. Вот здесь как раз другая ситуация, да, у кого-то нет эмодзи вообще, а тут их перезбыток. Не нужно там на каждое предложение по две-три эмодзи использовать. Это излишне. Так, так, так. Выложите лучше вместо вот этой картинки, да, выкладывайте тогда лучше свои селфи. Ну, то есть, всегда люди лучше реагируют на лицо человека, чем вот на подобное. То есть, вот вы представьте, вы видите, вы в ленте вот такую картинку, да, а хоть кто-нибудь, вот я не думаю, что дойдет просто даже до описания, просто это автоматически будет послайпано вверх и все. То есть, никто не, ну, люди не покупают напрямую в лоб в Инстаграме. Это не Яндекс.Директ, где там по ключевому запросу, да, сразу там реклама релевантная, да, нет. То же самое. Так, значит, я помню, был вопрос по хэштегам, как их собирать. Давайте покажу. Ну, вот, например. То есть, по сути, вы просто берете семантику, да, которая около вашей тематики. Ну, вот, например, защита адвоката, юридические услуги, гражданские дела. Значит, адвокат по гражданским делам, профессия, я, ну, не думаю. Адвокат Волгоград. Ну, хватит. Значит, город у нас Волжский. Я думаю, по городу Волжский там мало населения, поэтому возьмем Волгоград все-таки. Значит, защита адвоката. Ну, значит, публикации мало, нам не подходит этот хэштег. Юридические услуги. Уже ближе, но, опять же, вот юридические услуги, да, это всероссийский хэштег, который вот для нашего города не подходит. Поэтому, что мы делаем? Дописываем просто в конце Волгоград. Так, Волгоград. Вот так. Все. Уже 170 публикаций. Уже, если кто-то обратится по этому хэштегу, наверняка он найдет наш аккаунт. Ну, а теперь все просто. То есть, вот он наш конкурент. Так, ну, тоже человека сильно не заморачивался насчет аккаунта. но смотрите, но смотрите, но смотрите, и вот мы видим еще новые хэштеги, да, то есть, по сути, какой алгоритм? Вы, значит, находите один из целевых хэштегов, превращаете его в хэштег с городом, а дальше просто приходитесь по конкурентам и добираете еще другие хэштеги, потому что, ну, зачем делать то, что уже сделали до вас? Значит, гражданские дела точно так же дописываем Волгоград. Волгоград, адвокат по гражданским делам, Волгоград, адвокат Волгоград уже есть, 1200. Так, ну, вот, смотрите, то есть, адвокат по гражданским делам Волгоград нет публикации, ну, нет и нет, как бы, нам все равно, хэштегов достаточно всегда найдется. Вот. А вот уже кто-то заморочился на развитии своего профиля. Давайте посмотрим их. Так, и вот. Ну, вот, видите, значит, практикующий адвокат с опытом более 14 лет, уже какой-то плюс показан. Бесплатная консультация, уже понятно. Предоплата, вот, за что предоплата? Консультация бесплатная, как бы, пока человек не дошел до платных услуг, говорить о предоплате вообще рано. Адвокат Дмитрий Русачев, ну, тоже я бы, Дмитрий Русачев бы поместил в описании, потому что все равно тут в описании профиля есть Русачев, да, то есть уже понятно. Так, и вот еще один юрист. Так, ну и, соответственно, по таким хэштегам вы сможете найти ваших конкурентов, понять, о чем они пишут, как они продвигаются, да, какие-то темы, возможно, подчеркнуть. Так, ладно, мы его не будем разбирать, он не оставлял комментария. Так, и города точно так же здесь нет, как у многих. Так, ссылку все-таки кому-то надо. Значит, вот ссылка, как можно она, наверное, не скопировалась до конца, да? Так, так, так. Ну, как-то в состоянии нет, если у всех она есть. Мне, честно говоря, непонятно. Так, нужны истории, истории кессы в постах в Косте, да? Селфи в суде, да? Так, ссылку в WhatsApp я вставил. Так, только имейте в виду, что вот эту ссылку, да, на WhatsApp не нужно указывать ее, так, секунду, вот так, лучше. Не нужно указывать ее в ссылке аккаунта, потому что, ну, она будет длинной, люди, ну, скажем так, более настороженно относятся к таким ссылкам, то есть, ее имеет смысл ставить, если вы используете вот серость типа Tap Link, Message Me, ну, вот, которые мы видели, да, либо, например, это у вас кнопка на сайте, в мобильной версии. Так, идем дальше. Так, 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 адвокат, кто следующий?